Всем здравствуйте! Сегодняшнее занятие я бы хотела начать с важной информации. Дело в том, что появились каналы, которые полностью дублируют мой контент без моего на то согласия. Создание видеоуроков, я думаю, каждый из вас понимает, требует определенного времени и усилий, поэтому давайте уважать друг друга и быть этичными. Я долго думала и после своих раздумий все же решила продолжать выкладывать данный курс польского языка уровня А1 в YouTube в бесплатный доступ на моем канале, который, напомню, называется Лилия Янушкевич. Название. Только теперь ссылки на презентации не будут в открытом доступе, будут доступны только для спонсоров канала. Под каждым видео есть кнопочка спонсировать. Нажимайте на нее и выбирайте удобный для вас по цене вариант. У меня здесь написано в египетских фунтах, у вас будет написана та валюта, валюта той страны, в которой вы сейчас находитесь. Выбирайте вариант доллар, 3 или 10 долларов. Также позже я буду добавлять только для спонсоров видеоуроки с практиками, с тренировками. Еще посмотрела статистику. Оказывается, аж 45 процентов смотрят без подписки. Нажмите прямо сейчас подписаться на канал. Поставьте большой палец вверх, поставьте лайк. Этим вы поможете увидеть большему количеству людей в YouTube в бесплатные видеоуроки, начать бесплатно изучать польский язык. Также пишите комментарии, конечно, что вам нравится, чего бы вы хотели. И в качестве благодарности вы можете стать спонсором канала. Это очень меня мотивирует, воодушевляет, вдохновляет создавать для вас новые уроки. А мы переходим к уроку. Сегодня у нас номер 14, лекция 14 с Пшеводником по Кракове. Как всегда, начинаем с новых слов. Пшеводник, путеводитель, гид. Швятло, свет. Швятло, фары. Сходы, лестница или ступеньки. Кшиш, крест. Скшижование, перекресток. Кшижувка, кроссфорд. Зведзач, посещать. Выиграть, выиграть. Нагрода, награда. Далеко, далеко, близко, близко, близко. Чэнчча, учимыще о Кракове. Изучаем Краков. Начнем с диалогов, прочтем и переведем. Цо рубимы дзище по поудню? Что мы делаем сегодня после обеда? Идёш на куиз? Йест за квадранс. Звыкля ходзы на выклады, альбо варштаты, а то можы быч цось новэго. Зобачимы, цо вемы о Кракове. Идёш на викторину? Она начинается через 15 минут, через четверть часа. Обычна я хожу на лекции или семинары, а это может быть что-то новое. Увидим, что мы знаем о Кракове? Ясны же и дземы. Хцэ выиграчь? Яка ест нагрода? Конечно же идём, я хочу выиграть. Какая ест награда? Пшеводник по Кракове. Запрашам на куиз. Путеводитель или гид по Кракову. Приглашаю на викторину. И вот девочки прошли викторину и дальше общаются. Хура, выиграла. Ура, я выиграла. Сконт то вшыстко видзялаш? Бываш юж в Кракове, але не мувиваш? Откуда ты всё это знала? Ты была уже в Кракове, но не говорила? Не, але дуже слухам в интернете. Веш же интересующе компьютерами и малярствам, а остатньо тэш трохе архитектурам и хисторию. Нет, но я много читаю в интернете, читала в интернете. Знаешь, что я интересуюсь компьютерами и живописью, а в последнее время, остатньо, последнее время, также немного архитектуры и истории. Если вы видите какие-то новые слова, пожалуйста, нажимайте паузу, выписывайте их себе. Остатньо, последнее время. О, серьёзно? Так, я и Каролина часто ходимы по Кракове и фотографуемы. То таки пассионуёнцы и новы для мне. А ютро яды до новой хуты, то дельница Кракова. Да, я и Каролина часто ходим по Кракову и фотографируем. Это так увлекательно и ново для меня. Пассия – увлечение, пассионуёнцы – увлекательно. А завтра я еду в новую хуту, это район Кракова, дельница – район. Ах так, но то я зараз иду на легенды. Тэш хцэ дужу ведичь. Ах так, но тогда я сейчас иду на легенды. Я тоже хочу много знать. А Хавьер тэш идя? А Хавьер так же идёт? Звыклэ по полутыню езждэ на басы. О, видзэ го там. Едзэ рувэром, видзэш? Али ма бэч о шэснастэй на рынку. Обычно он после обеда ездит в басейн. О, я вижу его там. Он едзэ на велосипеде, видзэш? Но он должен быть в 4 часа вечера на рыночной площади. Итак, у нас здесь в диалогах выделены слова. И все эти слова – глаголы движения. Идти, ходить, ехать, ездить. Давайте их проспрягаем. Увидим, как они изменяются. Часовник ищч, часовник ходич, идти, ходить. Ехач, ездить, ехать, ездить. Часовник ищч и часовник ехач, идти, ходить. Мы используем, когда действие совершается один раз в данном моменте времени. Часовник ходич, ездич, ходить, ездить. Используем эти глаголы, когда действие регулярно совершается. Действие повторяющееся. Всегда, обычно, часто происходят. Итак, давайте прочтём, как спрягаются эти глаголы. Я читаю вслух. Вы, пожалуйста, повторяйте также вслух за мной. Часовник ищ, идти. Часовник ходить. Обратите внимание, я ходзе, они, они ходзом, твёрдое д, з. В серединочке ты, мы, вы, он, она дж, дж появляется, смягчается. Ходжиш, ходжи, ходжимы, ходича. Часовник ехач. Ядэ, едзеш, едзе, едземы, едзече, ядом. Тоже, я и они, д, д, твёрдое, в серединочке джи, мягко. Часовник еждич. Я ежджэ, ездиш, езжди, езждимы, ездиче, ежджом. В польском языке ездить мы можем чем-то, не на чём-то, только чем-то. Например, яды аутобусы. Я еду автобусом. Это правильная форма. Так мы можем красиво сказать. Если же мы скажем яды на аутобусе, то нас поймут, что мы в буквальном смысле карабкались на крышу автобуса и едем сверху на крыше автобуса. Не говорите так, пожалуйста. Ездим мы или едем всегда чем-то. И после этих глаголов нам нужен нажимник, творительный падеж, кем, чем. Например, яды самоходом. Самоход чим самоходом. Автомобиль автомобилем. Яды таксувком. Такси. Я еду такси. Яды почонгем. Яду поездом. Яды автобусом. Трамваем. Метром. Я еду автобусом, трамваем на метро. Яды мотоциклем, скутером. Яды виндом. Я еду ліфтом. То есть я еду в ліфте, на ліфте в русском языке мы скажем. В польском скажем яды виндом. Винда – ліфт. Яды дорожком. Дорожка, может быть, видели в польских городах, в Кракове популярно. Такие кареты, колесницы, запряженные лошадьми. Это называется дорожка. Яды дорожком. По дорожке катаюсь на карете, запряженные лошадьми. Можно себе сассоциировать, чтобы запомнить. Яды роверем. Я еду велосипедом. И выполним упражнение номер пять. Здесь нам нужно как раз вот эти глаголы, движения вставить в нужной форме. Прочтём. Нигды не езжджи самоходем, кеды в Чечне пилым алкоголь. Я никогда не езжу автомобилем, когда раньше я пил алкоголь. Здесь мы видим я, поэтому вставляем по смыслу глагол езжу. Я езжу, я не езжу. Завше. Ходзе до школы пешу. Я всегда хожу в школу пешком. Мы видим никогда, всегда. То есть действия, которые часто повторяются, регулярные. Поэтому используем часовник ходить, езжить. Следующее упражнение, не упражнение, а следующее предложение. Едземы ютро до закопанего автобусом, чы почонгем. Едземы чым? Автобусом, чы почонгем до закопанего. Мы едзем. Мы едзем завтра закопаный автобусом или поездом. То, о чём мы сейчас говорили. Ездим мы чем-то, не на чем-то. Он сейчас едет в автомобиле и не может разговаривать по телефону. Мы не разговариваем по телефоне, нет, только через телефон. Семейство Май обычно ездят в отпуск в Испанию. В этом году они тоже туда едут. Видите, ездят, потому что регулярное действие совершается. Едут, потому что в этом году. Что ты раз робишь? Что ты сейчас делаешь? Идешь спать? Ты идешь спать. О 8 вечера, в 8 часов вечера, так рано. И твечение номер 4. Закрепим нашу вот эту тему, что ездим мы чем-то. Чым ездишь до школы? Самоходом. Чем ты ездишь в школу? Автомобили. Чым люди звыкли езжем с Кракова до Варшавы? По чонгем. Поездом люди обычно ездят из Кракова в Варшаву. Чым Хавьер едет на басан? На чём Хавьер едет в басейн? Ровером. То есть, чем он едет в басейн? Велосипедом. На велосипеде. Чым часом ездим мы в ночи? Чем мы иногда ездим ночью? Таксувком. Такси. Чым ездишься очень быстро и сравнительно дешево? Метрым. Метро. Чым часто ездишься в туристы по рынку в Кракове? Дорожком. Чым часто ездят туристы на рыночной площаде в Кракове? На центральной главной площаде вот этой вот колесницы, запряженной лошадьми? Дорожком. Чым звыкли ездишь в Ох? На чём обычно ездят итальянец? Скутером. На скутере. Чым люди ездишь, кеды высоко мешкают? Виндом. Чым люди ездят, кеды высоко живут? Лифтом. Чым ездит фан марки Харли Дэвидса? Очевидще мотоциклем. Чым ездит фанат марки Харли Дэвидса? Конечно же мотоциклом. Чым ездят дети на вычечке до Закопанего? Автобусом. Чым ездят дети на экскурсию в Закопаный? Автобусом. Чым часто ездимы в дужих местах? Трамваем. Чым часто мы ездим в больших городах? Трамваи. Да, это очень популярный вид транспорта в Польше. А мы с вами переходим к следующей части. Чайщи Безвекзамы. Мы что-то посещаем. И в упражнении 1 мы видим фотографии, видим названия. И давайте назовём названия каждой фотографии. Катедра – собор. Помник – памятник. Столица – столица. Номер 4. Пшистанок – остановка. Замок – замок. Скшижование – перекрёсток. Перекрёсток дорог. Скшижование. Номер 7. Кощу – костёл. Номер 8. Вежа – башня. Жека – река. Дельница – район. Как будто бы делит город на районы. Дельница. Единашче. Номер 11 – ратуш. Ратуша. И сразу же делаем упражнение номер 2. Что это? Все наши названия с описанием. Мейсце, где працюе бурмишч, альбо президент място, то ратуш. Место, где работает мэр или президент города, называется ратуша. Висла – то жека. Висла – это река. Варшава – то столица польски. Варшава – это столица Польши. Вавель – то замок. Вавель – это замок. Так называется Вавельский замок. Это ещё такая красивая легенда, где жил смог, дракон. Новая хута – то дельница. Новая хута – это название района. Это район. Гданьск – то място. Гданьск – это город. Статуа вольности в Новом Йорку – то помник. Статуя свободы в Нью-Йорке – это памятник. Две улицы за шветлами – то скрыжевание. Две улицы со светофорами – это перекрёсток. Могут быть, кстати, без светофоров. Пиза в Эвошах ма популярном аттракции туристичном – то кшива вежа. Город Пиза в Италии – это популярное аттракционное туристическое место. И называется кривая башня, падающая башня, вежа башня. Там, где чекамы на аутобус lub трамвай, то шестанок. Там, где мы ждём автобус или трамвай – это остановка. Чекамы на… Всегда помним, что в польском языке мы ждём на что-то, на кого-то. Не забываем предлог. Чекамы на аутобус, чекамы на трамвай. Место, где католики ходят по воскресеньям – это костёл. Нотр-дам в Париже – это собор. Почитаем с вами ещё два диалога. Помним, что девочки ходили на куиз. Одна из них выиграла прогулку такую с гидом по городу. И прочтём. Сегодня гид. Добрый день всем. Меня зовут Ян Краль. Я ваш гид по Кракову. Мы сейчас находимся на главной рыночной площади. Напротив, есть памятник. И маме перебивает и говорит – Адама Мецкевича – это знаменитый поэт романтический. Романтизма. За памятником находятся так называемые сукинницы. Такие арочки в домах очень похожи, как будто платьишки. Поэтому называется сукинницы. Там есть музей, кафе и, маме опять перебивает, магазины с сувенирами, памятками. Что-то на память мы покупаем с сувенирами. По правой стороне есть кощу Марьяцкий. Тен кощу ма две вежи. О, слушайте. Трэмбэч гра Хэйну. Завши о пэлной годзине. Напшикот, о 12-й, о 13-й, о 14-й. По правой стороне, с правой стороны находится костел Марьяцкий. Очень знаменитый костел. Этот костел имеет две башни. Вот мы видим, одна ниже, вторая выше. О, вы слышите? Трубач играет Хэйнал. Хэйнал – название мелодии, которой каждый час играет трубач на башне. Всегда в полный час. Например, в 12, в час, в два. О, так, та мелодия ма тэш пенькном легэнды. О, да, эта мелодия имеет также красивую легенду. По левой стороне ест улица Гродска. В том улицу идемы на Вавель. Там ест катетра и замок Крулевский. По левой стороне находится улица Гродска. Этой улицей мы идем к Вавелю, замок Вавельский. Там есть собор и, мамя опять перебивает, замок Королевский. А террас идите на университет Ягелонский. Проши ищь просто, потом скрэнчичь влево, а на стэмпне вправо. А сейчас вы идете в Ягелонский университет. Это, кстати, самый старый университет. Пожалуйста, идите прямо, потом сверните влево, а далее вправо. А пан? Я иду домой, обиделся наш гид и говорит, пани все знает. Итак, вот наша компания осталась без гида и у нее спрашивают. Ицо террас, пани в шесткове дзонца? И что сейчас, пани всезнайка? Ниц и джемы. О, ту наругу можемы купить прецлы. Кто ест годны? И чего идем? О, здесь на углу можем купить прецлы. Вот у нас нарисован, что это такое. Кто ест годен? А як длугу и цо хцэш звецэч? Вечорэм идемы до пабу. А как долго и что ты хочешь посетить? Вечером мы идем в паб. Найпер фотография группова на зэвнонш. Ест доброе святло. На пшачивку ест вежа ратушова. Может, там, там сомсходы, идеальное место. Вначале фотография, групповая фотография снаружи. На зэвнонш снаружи. Там хороший свет. Напротив находится вежа башни ратуши. Может быть, там. Там есть лестница, ступеньки. Идеальное место. Здесь в этих двух диалогах мы видим выделенные слова. Эти слова указывают направление. То есть у нас есть некоторые слова. На впрост, по правой строне, по левой строне. То есть на впрост, напрямую от чего-то, по прямой. По правой строне, по правой. С правой стороны, с левой стороны. Просто, прямо, вправо-влево, вправо-влево. Также на гуже, наверху. На доле, внизу. В широтку, в середине. На зэвнонш снаружи. На рогу, на углу. Руг, угол, на рогу. Здесь О с креской меняется на О. На углу. На пшечивку, напротив. Давайте выполним упражнение номер три. Скажем, где что находится, глядя на фотографию, на картиночку, на рисунок. Катедра ест по правой строне. Собор находится с правой стороны. Кощу ест навпрост. Костел находится по прямой. Жека ест по левой строне. Река находится с левой стороны. Помник ест навпрост ратуша. Памятник находится напрямую от ратуши. Вежа ест по правой строне. Башня с правой стороны. Ратуш ест по левой строне. Ратуша находится с левой стороны. Замок ест на гуже. Замок находится на горе. На гуже, может быть, на горе или наверху. Пшестанок ест на доле, остановка внизу. Скшежевание ест по правой стороне, перекресток с правой стороны. Сходы соум на впрост вежи. И здесь соум не забываем форму глагола быть, часовника быть. Когда сходы, то они, они, множественное число, поэтому ставим соум. Лестница или ступеньки напрямую от башни. Хорошо, еще несколько диалогов прочитаем. Взявим упражнение номер 4, номер 5. Здесь нам нужно предложенные слова вставить в текст. Прочтем и переведем. Прошу прощения, как дойти до костела? Какого? Которого? Здесь много костелов. Этот костел имеет две башни. Так-так. И окна, и джви, и кшиш на гужи. А что ж характеристичного? Да-да, и окна, и двери, и крест на горе наверху. А что-то может быть особенное? Что его характеризует этот костел? Что-то особенное. Мелодия на тромбце. Мелодия на трубе. А, разумим. Хейнал. То есть кощу Марьяцки. Прошу скрэнчич вправо. Ищ просто. Кощу есть по правой стороне. Дзянькуем. Ага, понимаю. Хейнал. Это костел Марьяцки. Прошу свернуть вправо, потом идти прямо. Костел есть с правой стороны. Спасибо. Благодарю. Еще один диалог. Пшепрашим. Где ест музеум народовы? Извините, а где национальный музей? Помним, что все слова, которые заканчиваются на ум, относятся к среднему роду, поэтому прилагательное народовы имеет окончание э. О, то далеко. А где ест пшестанок? А где остановка? Близко. Прошу перейти через перекресток, через этот перекресток, остановка с левой стороны. А где могу купить билет? А где я могу купить билет? В киоску на рогу. В киоске на углу. Часть С. Идем мы до пабу. Помните, наши друзья после экскурсии собирались идти вечером в паб? Прочтем два текста и посмотрим глазками, проследим по картам, откуда, куда они идут. Дище вечером идем до пабу. Сегодня вечером мы идем в паб. Спотыкачащище в школе, а потом идете сами. Вы встречаетесь в школе, а потом идете сами. Я чекам на вас в пабе. Я жду вас уже в пабе. А то две инструкции. А это две инструкции. Кеды ест ладно погода, когда хорошая погода. И кеды ест бжитка погода, если плохая погода. То есть учительница им оставила такую записку, возможно. Итак, давайте прочтем. Когда есть хорошая погода, откуда, куда они идут. Я читаю, перевожу, наследите глазками и за текстом, и за картой. Вот здесь ты естешь. Здесь ты находишься. И вот сюда надо прийти в паб. Прошу скрэнчичь влево и ищь просто. Прошу повернуть влево и идти прямо. Потом прошу дойщь до скшежування и ещў раз скрэнчичь влево. Потом прошу дойти до перекрёстка и ещё раз повернуть влево. Та чэнщь място то Казимеш. Давно жидовская джельница. Эта часть города называется Казимеш, давний еврейский район. Жидовская, необзывательство, так официально называются евреи. Еврейская национальность, народность в Польше. На Стэмпне прошу ищь кильканащи метров просто до на Стэмпне гусскшежування с улицам Мёдову. Дальше я прошу идти несколько метров прямо до следующего перекрёстка с улицей Мёдовы. Обратите внимание на слово кильканащи. Есть несколько слов. Килька – это несколько до десяти. Кильканащи – помним, что мы от десяти до двадцати к циферкам добавляем «нащи». То есть это несколько до двадцати. Также мы можем сказать килькаджешнт, килькасэт, то есть несколько десятков, несколько сотен. Здесь вот кильканащи, то есть до двадцати метров. Скрэнчич вправо, за распотом влево. Свернуть вправо, за распотом, прямо после этого, то есть сразу за этим, за распотом, сейчас потом, то есть сразу после этого, влево. Навпросто есть плац – улица с кавернями и рестаурациями. По прямой есть площадь – улица с кафе и ресторанами. Наш пап ест по правой строне на рогу. Наш пап находится с правой стороны на углу. Замовямы в широтку. Сидимы на зевнонш в угрудку. Заказываем внутри, в середине. Сидим снаружи на зевнонш, снаружи, во дворе в угрудку. Надеюсь, вы дошли. И теперь, если плохая погода, мы находимся здесь, нам надо прийти вот сюда, в этот паб. Давайте также прочтём, вы глазками следите за дорогой. Прошу скрэнчичь влево и ищь просто. Прошу свернуть влево и идти прямо. Потом прошу дойчь до скрыжування и скрынчичь вправо. Потом прошу дойти до перекрёстка и свернуть вправо. Настэмкне пшэйщь, пшэз скрыжуванни и ищь цауэй час просто. Далее нужно пройти через перекрёсток и идти всё время прямо. Пшэйщь пшэз парк, планты и далее ищь просто. Пройти через парк, планты, это как наш бульвар. И дальше идти прямо. По правой строне есть малый рынок, а вы идёте влево. С правой стороны небольшая рыночная площадь, а вы идёте влево. То улица амбассад и консулатов. Это улица посольств и консульств. Наш паб ест по левой строне. Наш паб находится с левой стороны. Щадим и в щродку ест самообслуга. Мы сидим внутри, в середине. И здесь самообслуживание. На сегодня, думаю, достаточно. Ещё раз напомню, не забывайте подписываться на мой канал. Подпишитесь прямо сейчас. Поставьте большой палец вверх, поставьте лайк. Этим вы поможете. Большему количеству людей узнать о таких прекрасных бесплатных уроках польского языка. Также в качестве домашнего задания. Прочтите, пожалуйста, все тексты вслух. У нас были новые слова. Направления. Слова направления. Также были новые слова. Названия разных достопримечательностей. Прочтите, пожалуйста, вслух. Чем мы можем ездить. Также запоминайте, пожалуйста, спряжение глаголов движения. Ишь, хочешь, ехать, ездить. Диалоги, вслух также читайте, пожалуйста, и новые слова. Вскоре с вами услышимся. Спасибо.